Удостоверение, нагрудный значок, яркого цвета жилет сегодня считаются основными знаками отличия добровольных народных дружинников. Документ единого образца и экипировку для помощников полиции на днях утвердило правительство Московской области. 140 щёлковским активистам удостоверение вручил руководитель администрации района. Троих, особо отличившихся добровольцем, Алексей Валов отметил почётными грамотами. Мероприятие прошло в актовом зале районной администрации. «Знаю, что вам предстоит много работы по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Знаю о том, что все пришли сюда с желанием выполнять эту работу. А мы с благодарностью к вам. Нам очень важна ваша активная жизненная позиция». Нынешний состав дружины представлен большинстве своём молодыми людьми в возрасте до 30 лет из Щёлково и всех его поселений. Почти в каждом отряде на патрулирование выходят девушки. Ими, как и мужчинами, не в меньшей степени руководит желание поддерживать порядок на знакомых улицах. «На все мероприятия. И не только на мероприятия. Вместе с сотрудниками ФСКН мы выезжаем на всякие рейды. И есть у нас результаты». Во фряновском поселении в добровольной народной дружине пока состоят шесть бравых парней и две девушки. Привлекают фряновцев приглядеть за порядком на мероприятиях в районном центре. «Мы выходили в рейд, ездили сюда, в Щёлково, сотрудничали с УВД на усиление порядка в парк». Вместе с удостоверениями на все отряды вручили ярко-зелёные жилеты. Их конструкцию разработали щёлковские дружинники. Московская область признала наш образец экипировки лучшим и закупила партию для снаряжения помощников полиции по всему Подмосковью. «На сегодняшний день работу народных дружин взяла под особый контроль правительство Московской области. Она выделила деньги, изыскала возможность сделать жилеты, нагрудные значки, сделать единого образца удостоверения для народных дружинников». Привлечение в добровольные народные дружины новых сил способствует и законодательное решение. Накануне областная дума утвердила порядок предоставления дружинникам льготой и компенсацией. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжительность. Порции – donuts. Продолжительность. Каждый год ног и Яйзву. Продолжение следует...